всем здравствуйте сейчас будем делать тефтельки из куриного фарша с рисом и с подливом я замочила вот рис у меня здесь бура очищенный сейчас водичку солью и добавлю его фаршик добавила рис и рис как вы видите я не отвариваю он прямо сырой сюда добавляю добавляю одно яйцо и вот такая у меня четвертинка луковки и лук крупный я взяла четвертинку и на терочке на крупной ее тру вот таким образом добавляю специи соль перец другие любят по вкусу здесь у нас черный перчик я больше добавлять в общем-то ничего не буду я вот люблю как знаете такой натуральный вкус мяса и все это руками вымешиваю почему руками потому что здесь фарш также как и на котлетке нужно отбивать нужно его как следует вымесить ставлю вот такой сотейник на газ чугунный добавил туда масло и в раскаленное масло я сейчас буду выкладывать тефтельки так вот у меня сковородка стоит на огне нагрелась масло горячее руки смачу водой и из фарша делаю кругленькие тефтельки почему я добавляю рис сырым потому что во время приготовления я еще буду добавлять водичку он у меня разбухнет и будут торчать такие знаете булочки как у ёжиков поэтому в общем то мы эти тефтельки ёжиками и называем а мне нужно немножечко обжарить тефтельки запечатать их скажу правильнее будет сказать запечатать ну и я люблю такой как-то вкус немножко поджаренный я их с двух сторон обжариваю потом добавляю водичку и притушиваю их подливку я готовлю отдельно если жидкий очень фарш такой вам небольшой лайфхак добавьте ложку крахмала фарш и тогда оставьте где-нибудь минут на двадцать фарш и он у вас загустеет ну я жарить до состояния котлет не буду сейчас туда заливаю воду все тефтельки у меня тушатся теперь я делаю подливочку для наших тефтелек на сухую сковороду раскаленную она мне стоит на огне я добавляю две ложки муки муку можно брать вообще любую пшеничную ржаную у меня утрисовая и я ее поджариваю обжариваю на раскаленной сухой сковороде помешивая она должна стать коричневого цвета не коричневого такого золотистого скажем так поджарку можно делать на сливочном масле на растительном масле кто-то делает на маргарине есть сегодня буду делать на растительном масле вот она уже начинает прихватываться желтеть запах уже такой знаете хлеба печеной вот она желтеет и в тот момент когда начинает желтеть я добавляю масло примерно две ложки 2 столовые ложки перемешиваю и вот чтобы она не была комочком я ее ложечкой разминаю тут же газ нужно немножечко в этот момент убавить вот в этот момент можно добавить специи либо пасту томатную все что вы любите я добавляю не такая домашняя томатная паста из домашних помидоров и перемешивайте все это нужно перемешивать быстренько чтобы не подгорело и сюда добавляем водички все тщательно перемешиваем чтобы не было комочков прямо вот так на огне пока не схватилось быстренько перемешиваем и добавляем в наши тефтельки все газ можно выключать добавляем еще затечки очень быстро мука схватывается чтобы вот не получился клейстер комочками ну вот это вот так вот быстренько все перемешиваем вот такая вот у нас подливочка получилась подливочка мы выливаем в тефтельки здесь она еще немножечко разойдется потому что тефтель у нас в бульоне разойдется но и в то же время схватится потому что мука заварилась еще постоит прокипит все это дело минут 2-3 минуты 2-3 достаточно вот такие у меня получаются ежики в подливе приятного вам всем аппетита перемешиваю переворачиваю ежики почему? потому что вот мне нужно чтобы подлив разномерно распределился по всей сковородочке вот так 2 минуты под крышечкой вот такую вкусняшку сегодня готовила вот такое у нас второе блюдо тефтельки ежики ну что-то не совсем ежики получились рис разварился и не торчит так тоже вкусно приятного всем аппетита до новых встреч субтитры песен Субтитры сделал DimaTorzok